МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свердловская железная дорога является основой транспортной системы пяти регионов Российской Федерации и обслуживает территорию площадью 1 миллион 800 тысяч квадратных километров. Это более 10% территории нашей страны с населением более 10 миллионов человек. Магистраль обслуживает почти 400 километров подъездных путей, ее услугами пользуются более 12 тысяч промышленных предприятий. Близятся летние каникулы. Со всей страны дети поедут в причерноморские лагеря и санатории. Железнодорожники заранее готовятся к жаркому сезону. Только на Свердловской железной дороге для перевозки организованных детских групп в Анапу, Адлер и Новороссийск уральским филиалом АОФПК будет назначено 12 пар специальных детских поездов. Составы будут формироваться из вагонов последних лет постройки, все оборудованы экологически чистыми биотуалетами и кондиционерами. Всего за каникулы на Черноморское побережье планируется перевезти в специализированных и обычных поездах более 57 тысяч детей в составе организованных групп. В пути с детскими группами будут работать лучшие проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности организовано сопровождение поездов сотрудниками МВД России и охранных предприятий. Для организации питания традиционно разрабатывается несколько вариантов детского меню, согласованных с Роспотребнадзором. В залах ожидания железнодорожных вокзалов предусмотрены специальные места для размещения детей. Персонал обеспечит комфорт во время ожидания поезда и исключит любую возможность прохода детям посторонних лиц. Также УАО РЖД уже третий год подряд предоставляет скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно на все лето с 1 июня по 31 августа. Ранее такое право предоставлялось только в учебный период с 1 сентября по 31 мая. А сейчас школьники могут воспользоваться 50% скидкой весь год. Количество билетов на поезда дальнего следования, приобретаемых через интернет, продолжает расти. За первый квартал электронных билетов продано на 5% больше, чем за аналогичный в прошлом году. Таким образом, доля онлайн-продаж по итогам первого квартала превысила 50% от общего количества проездных документов, реализованных на Свердловской магистрали. Ежедневно на поезда дальнего следования оформляется около 20 тысяч электронных билетов. Покупают их как на сайте РЖД, так и через мобильное приложение. Транзакционные терминалы на вокзалах также по-прежнему востребованы. С помощью терминалов самообслуживания можно оформить проездной документ, а заплатить банковской картой. Также на вокзалах установлены транзакционные терминалы регистрации. Здесь вы можете распечатать бумажную версию билета, купленного через интернет. За три месяца текущего года с помощью терминалов более 7 тысяч проездных билетов оформлено и более 100 тысяч, купленных по интернету, распечатано. Количество пассажиров, пользующихся современными электропоездами «Ласточка» на всех направлениях выросло в среднем на 7%. Такие данные за первый квартал опубликовала компания-перевозчик. С января по март «Ласточками» на СВЖД перевезено 288 тысяч пассажиров. Всего с момента запуска новых скоростных электропоездов в ноябре 2015 года ими воспользовалось 2,5 миллиона пассажиров. Купить билет на «Ласточку» можно во всех пригородных кассах, в терминалах самообслуживания, на сайте компании-перевозчика, а также через мобильное приложение. Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Из Екатеринбурга ежедневно отправляется в путь более 60 электричек. За сутки они перевозят примерно 7 тысяч человек. Большинство пассажиров предпочитает покупать билет через пригородные кассы. Это самый привычный способ. К тому же теперь билет можно оплатить обычной Е-картой. Чтобы не стоять в очереди, можно воспользоваться терминалами самообслуживания. Для оформления проездного документа нужно выполнить следующее действие. Например, мы поедем из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Выбираем дату и время отправления. Заполняем все необходимые поля. Оплачиваем и получаем билет. Купить билет, не приходя на вокзал, можно через интернет. Первый способ – на сайте компании-перевозчика. Сначала надо ввести все необходимые данные, потом произвести онлайн-оплату и самостоятельно распечатать билет на принтере. Его вы и предъявите контролеру при посадке. Второй способ – через мобильное приложение. Его разработали по заказу Свердловской пригородной компании. Установив приложение на свой телефон или планшет, вы сможете купить билет на любую электричку СПК. Доказательством покупки будет ваше мобильное устройство. Контролер считает информацию прямо с экрана. Доказательством покупки будет ваше мобильное устройство. Одно мгновение. Будьте внимательны на железнодорожных переездах.